Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу показать вам свои покупки косметики за последнее время. Здесь будет капелька магнит-косметик, фикс прайс, пришел мне мой глэмбокс и будет небольшой заказик по бланку и фраше. Я очень надеюсь, что я уложусь 10-15 минут и надолго я вас не задержу. Начну я с магнит-косметик. Во-первых, по 42 рубля увидела там маску Вилента, это B3 витамин против несовершенства кожи. Мне эту маску кто-то дарил и очень даже неплохая, стоила всего лишь 42 рубля. Я считаю, что это просто отличная цена для тканевой маски, но как бы дороже брать не стоит. И взяла я ее на подарок, но если мне самой понравилось, я надеюсь и тому, кому ее задарю, тоже она подойдет. Просто увлажняет, немного питает, выравнивает тон лица. Не скажу, что борется с воспалением, но кожу успокаивает. Вот, дальше по 199 рублей увидела я вот такие баллоны. Гелефа, я считаю, что одни из лучших из масс-маркета, именно масс-маркета, который доступен в ближайшем магазине. То есть там какая-нибудь даже пятерочка, магнит-косметик, просто магнит, ашан и так далее. По 199 рублей 750 мл с помпой я прям довольна. У меня был такой уже греческий йогурт с миндалем, был алоэ. Алоэ я посоветовать не могу, потому что это травянистый, весьма дешевый аромат. И, ну, лучше взять, конечно, что-то сладенькое. Уфа очень хорошие сладкие гели для душа. Ну, я просто любительница сладкого, поэтому могу от себя посоветовать. Ставлю вместо жидкого мыла, вместо геля для душа. Просто, знаете, можно на раковину поставить один баллон, и уйдет он в легкую. В общем, очень круто, я считаю, тем более по такой цене. Дальше фикс-прайс. Фикс-прайс у меня была, я бы даже сказала, не косметика, а еда. Из расходников ватные диски 160 штук. Я решила пока к ним вернуться. Раньше я покупала диски в Улыбке Радуги по 42-45 рублей. Там, по-моему, с алоэ тоже, но там 120 или 140 штук. Здесь 55 рублей 160 штук. Я решила взять, чтобы, ну, не ходить в Улыбку Радуги лишний раз. Вот, дальше повторная моя покупка. Это кофейный напиток растворимый капучино-ванильный. Вот, я уже купила одну баночку, попробовала, мне понравилось. Я ее пересыпала вот в такую мужу. И мне, кстати, понравился вот этот якобс крема, бархатная пенка. В общем, реально прям пенится. Все вот как будто, я не знаю, куда-то в мак-кафе зашла. Да, вкусненько. Вот эта штука сама по себе выглядит вот так. И я могу сказать, что это обычный кофе 3 в 1. И получается очень выгодно по граммовке, потому что 150 грамм получается там 55 или 77 рублей. Я цену вам точно не скажу. Но не дороже точно. Это прям круто получилось. И я вот эту баночку сюда же долью, грубо говоря, чтобы пакетик не держать. Там внутри идет прям обычный такой пакетик. Они не фасованы. Давайте я прям открою, вам покажу. Вот так это все выглядит. То есть я просто ее отрезала и пересыпала. Ну, так удобнее. Вот, поэтому могу от себя посоветовать. Дальше у меня очередная вкусняшка. Это марми. Очень мне нравится обычный желательный мармелад. Он не приторный. И, блин, мне просто-напросто нравится. За 55 рублей здесь, по-моему, 150-210 даже грамм. Это очень-очень круто. И еще одна вкусняшка с фикс-прайса, которую я постоянно беру. Это зефирки внутри сгущенка. Мне ее как-то посоветовала подруга. И все. Я теперь периодически покупаю. Это тот зефир, который, как бы вам сказать, в некоторых зефирках чувствуются куски сахара. Это так противно. Это так невкусно. А здесь же нет. Оно прям нежный, тает во рту. И могу просто от себя посоветовать. Все, в принципе, фикс-прайс магнит косметик закончили. Давайте быстренько пройдемся по глэмбоксу. Я мельком только посмотрела наполнение. Пришел мне журнал «Гламур». Давненько я их не получаю. Вообще, в принципе, глэмбокс. Последний раз где-то полгода назад, наверное, заказывала. Прям даже забыла, что такое есть. Коробочка по оформлению мне не понравилась. Я бы хотела что-то более интересное, если честно. Здесь, естественно, ниточка, ленточка, которая пойдет к Мурзику. Он их просто обожает. У меня не осталось ни одной, потому что давненько, как уже говорила, глэмбокс я не заказывала. Так, пойдем, наверное, по брошюрке. Первое, что я здесь вижу, это Клоранс увлажняющий тоник для нормальной сухой кожи. 3,250 за 400 мл. Дорого, блин, он у меня был. Но там, по-моему, не 400 мл. Может, это, конечно, какой-то другой. И он мне понравился. Единственное, я считаю, что дороговато. И сама бы я никогда не купила без каких-либо супер скидок, там, 50%. Потому что это просто очень хороший тоник, который увлажняет, убирает чувство стянутости. Лучше усваивается последующий уход. Такая прям мини-мишечка. И этому продукту я прям рада куда-нибудь в дорогу брать самое оно. Дальше. То, из-за чего, в принципе, бралась коробочка. Это пенка для умывания смягчающая. Цена адская за 180 мл. Я так полагаю, производство до Кореи. И корейские пенки, они очень-очень экономно используются. И проблема в том, что здесь срок годности остался, по-моему, что у нас до мая 2021 года. И у меня, грубо говоря, 4 месяца. За 4 месяца ни одну корейскую пенку я никогда не добивала. Ее хватает на год. Но, слава богу, составы у таких пенок адские в плане химии. И поэтому, я думаю, ничего страшного, если я буду пользоваться дольше. Вот, посмотрим, как она. Многие взяли именно из-за этой пенки. И я считаю, что мне эта коробка обошлась в 990 рублей. И минус промокод I Love Glambox, который действует, по-моему, с каждой коробочкой, если она не лимитирована. Рублей 890. А тут пенка только одна, стоит каких-то адских денег. Я бы никогда ее за свои деньги не купила, честно. Поэтому я довольна уже вот на данном этапе. Дальше. Зайтун. Зайтун, наверное, да? Это флюид дневной матирующий. У меня есть любитель центральной косметики в окружении. Я чему очень-очень сильно рада. И я ей подгоню эту сыворотку. Здесь 10 мл. Я считаю, что самое оно, чтобы распробовать. Потому что полная версия 50 мл. Иногда в сыворках вообще полная версия 30 мл. Поэтому я себе точно не буду оставлять. Тем более у нейтральной косметики очень маленький срок годности. У меня сейчас достаточно всего от Organic Zone. Я решила, что из бюджетных таких нейтральных марок она для меня самая-самая лучшая. И только ее я теперь буду покупать. Дальше. Маска Black Magic от Shiri. Я ее пробовала. Обычная маска. Единственная. У меня ощущение, что она мне подсушила кожу. Но она идет как матирующая. Она действительно заматирует. Но еще немного стянет лицо. Для сухой кожи, для чувствительной кожи и для возрастной кожи я не посоветую. Для всех остальных в качестве утреннего именно ухода очень даже подойдет. Вот я ее просто задарю. Я сейчас люблю более такие увлажняющие и даже питательные. Потому что у меня кожа сейчас стала комби ближе к сухой. Дальше. От Aven. Это мицеллярная вода. На самом деле не люблю, когда мицеллярки засовывают в боксы. Потому что они занимают место. Они задают объем. Но мицеллярки я очень люблю от Evelyn. И там за 200 рублей можно купить пол-литра. Самые идеальные мицеллярки, которые мои чувствительные глаза вообще никак не раздражают. Доступны практически в любом ближайшем магазине. И Aven. Мне нравится эта марка. Но мицеллярку я дорогую бы брать не стала. Вот и все. Здесь все запечатано. Мне прям все-все-все в этом плане нравится. Возможно, я кому-нибудь задарю. Подарю свекровью. У нее потому что супераллергичные глаза. А эта косметика, она подходит тем, у кого чувствительные глазки. Вот. Дальше. Это восстанавливающие и заживляющие средства. От La Roche-Posay. Я эти пробники раздариваю. Пробники La Roche-Posay. Они очень хорошо на мне работают. Но как только я покупаю полную версию, получается полная херня, которая не дает никакого результата. Поэтому я как бы подарю, чтобы ни к чему не привыкать, ничем не восторгаться от этой марки. И деньги на нее просто-напросто не тратить. Дальше. Five Elements. Это термальная водичка, которая у меня уже есть. У нее дозатор не самый щадящий. На лето хорошо. Это все освежает и так далее. Но поверх макияжа наносить не советую, потому что, ну, достаточно много продукта распределяется. И если у вас там тональная основа, пудра, мне кажется, это все может не закрепиться, а прям подтечь. Поэтому будьте аккуратны. А так 50 мл, просто чтобы лежало где-то в сумке, очень даже хорошо. Я не помню. Она мне, по-моему, тоже в боксе уже попадалась. Вот. Дальше. Парфюмерная вода и резиста был Givenchy. Тот самый косяк гламбокса, это пробник. Это просто, блин, пробник, который не нужно было сюда вносить. Это должен был быть подарочек. Вот. Здесь как бы они прям накосячили. Мне и резиста был все ароматы у Givenchy нравятся, потому что они такие цветочные. Что-то там со сладкой ноткой, что-то свеженькое. У меня есть какой-то один аромат. И я им очень даже довольна. Хорошая стойкость. Ну, Givenchy, в принципе, я к ним очень даже хорошо отношусь. Единственное средство для губ недалеко не всем не подходит. Вот. Ну, в общем, я эту водичку уже пробовала. Скорее всего, кому-нибудь задарю. И все. В качестве подарка они еще положили... Это у нас идет двойная сыворотка против пигментации. У меня уже таких четыре штуки есть. И еще плюс две в коллекции. У меня пигментация по всему лицу. То есть я от природы вся такая веснушатая. И поэтому я никому дарить не буду. И точно себе оставлю. Вот. Как вам состав? Я, в принципе, могу сказать, что довольна. Единственное нарекание, как я уже говорила, лично для себя я определила, что не хочу получать мицеллярки. И мне не нравится, когда пробники записывают в брошюрку в качестве какого-то прям полноценного продукта. Это как-то нечестно, я считаю, со стороны компании. Но здесь чисто из-за умывашки. Это просто корейский продукт. Я довольна корейской косметикой. Я очень люблю этот уход. Поэтому для меня цена окупилась. Я так лично для себя считаю. Вот. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Дальше. Я покажу небольшой заказик свой. И фраше. Вышел он у меня. На 1325 рублей из них 230 рублей доставка. За 400 рублей я взяла... Кстати, номер бланка я, наверное, подпишу в названии, если я найду. Потому что в последнее время я в бланках как-то не ориентируюсь. В прошлом году было легче. Там было 9 риш, 7 ра, 8 ра, 9 ра. И то есть вот по этой цифрке можно было просто номерацию каталогов узнавать. Сейчас я как-то... Там буквы вообще поменялись. И поэтому я не особо ориентируюсь. За 400 рублей 3 геля для душа, кофе, манго и малинка. Я считаю, что одни, наверное, из самых вкусных. Я сюда вместо малины поставила земляничку. И для меня получилось бы лучшее трио из вот этой вот линейки гелей для душа и фраше. Здесь кофе слаще, чем из линейки Жордан Дюмонт. Но зато оно более густое. И, в общем, и мужу, и мне оно как-то даже больше понравилось. Поэтому ничего страшного, если то кофе пропадет. Его снимать с производства, правда, уже, по-моему, в течение полутора лет. И, ну, долго как-то. Вот. Ну, слава богу, есть замена. Дальше за 249. Не могу найти, не могу. Да, 249 рублей, как я уже говорила. Земляничка, земляничка. Очень вкусный аромат. Здесь 400 миллилитров. Я дополнила. Ну, то есть мне нужно было добрать 1090 рублей, чтобы получить подарок. Подарок я покажу в конце. И еще до 1090 я добрала, во-первых, бальзам 179 рублей. Понятия не имею, как это получилось. Я, видимо, корзину вообще на шару делала. Потому что бальзамчиков у меня много. И в запасе, и на подарки я уже затарилась. Вот. Ну, ладно, пусть будет. С ванилькой взяла. То, что хотела очень давно попробовать, это дезодорант 269 рублей. Это, блин, очень дорого. Я считаю, что дезик должен стоить, ну, рублей 150 максимум. Потому что это тот самый расходник. Но дезодоранты и фраше, на них хорошие отзывы. У меня было несколько штук. И могу сказать, что это дезодоранты, которые подойдут только либо на очень сильные холода, либо если вы очень непотливый человек, у которого достаточно спокойный образ жизни, либо если вы не выходите из дома. Ну, вот, не защищают они ни от запаха, ни от самого пота. Но посмотрим. Сейчас вот это идет обновленная линейка, но 269 рублей. Блин, это дорого. В принципе, я почему себе позволила его в этот раз купить, несмотря на то, что я считаю, что это как бы не достойно своей цены, а потому что за весь этот заказ я получила водичку Sol Elixir 50 мл, которая стоит на сайте около 4000, по-моему, 3900 или 3600, как-то так. Вот, и я считаю, как бы, что вот эта водичка, наверное, плюс вот этот гель для душа, для меня уже, в принципе, весь заказ окупила, а все остальное я якобы получила в подарок. И в Роше, как обычно, подарок бывает намного круче самого заказа. Чем мне нравится заказывать по самому каталогу, потому что на 1090 рублей покупаешь всякую мелкую фигню, какие-нибудь расходники, и получаешь крутой парфюм в подарок. Так, с учетом того, сколько каталогов одновременно действует, можно получить практически любую воду в подарок и в любом объеме. Даже те водички, которые новенькие, появились по 3900, они сейчас там стоят 100 мл, даже их практически все можно получить в подарок. Вот, поэтому, если вы еще не пробовали заказывать по бланку, то советую прям попробовать. Меня просили обсуждать каталоги. На самом деле, мне немного не то чтобы лень, мне скучно тупо сам каталог обсуждать, поэтому в этом видео я хочу сразу же с вами полистать, обсудить какие-то продукты. А если вам это неинтересно, то спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите лайк, если же вы хотите продолжить смотреть видео и обсудить новый каталог и фрошет. Я надеюсь, что это новый, то оставайтесь со мной. Я просто хочу пролистать, посмотреть, что есть. Девочки просили как бы просто пролистать, и если какие-то знакомые продукты, оставить на них отзывы. Здесь, ну, как бы по поводу реше я ничего особо сказать не могу. С этой маркой я, с этой линейкой у фрошей я не очень хорошо знакома. Зато очень даже хорошо знакома я с вот этой линейкой Эликсир Дженюс, она, по-моему, как-то так называется. И могу сказать, что для возрастной кожи она бесполезна, потому что сыворотка и такая, и такая, и кремушки были. И для меня, для моей комби кожи, и летом она у меня была склонна к жирности, было хорошо, было комфортно, кожа не жирнилась, она была матовой, при этом не было чувства стянутости. Я просто маме дарила, по-моему, эти продукты. И в итоге пользовалась я, потому что моей маме под 50, и для нее они абсолютно бесполезны. Они не делают ничего, я бы сказала. Вот, дальше. Линейка Себа Вежиталь. Кстати, по поводу цен, смотрите, что здесь можно со скидкой 50% это все покупать. Но и то, не на все, конечно, цены прям хорошие, цены повысились, повысились, причем так мощно. Увлажняющий крем против несовершенств. 445 рублей со скидкой 50%. Это, конечно, жесть какая-то. Линейка Гидра Вежиталь и линейка Сенситив Камамель. Я очень хочу попробовать вот эту линейку для чувствительной кожи, потому что у меня был крем. Не зеленый, а, наверное, это был питательный бальзам Комфорт. Вот этот вот. Я когда делала заказ по сайту, там три пробника всегда вкладывают в заказ. И мне он понравился. Он и увлажнил, и напитал, и текстура хорошая. Единственное, аромат ромашки, конечно, это не самое приятное, что есть у Ифраше. Вот. Но цена, конечно, какая-то адская. Будет со скидкой 50%, я обязательно попробую. Крем для очищения. Я его покупала, и, по-моему, кому-то он на подарок уехал. Нужно будет пострашивать по поводу, ну, вообще, хорош-нехорош. Вот, кстати, линейка с ромашкой. Ее я попробовала абсолютно всю. Вот эти два крема, что с календовой, что с ромашкой, для меня не отличаются. Оба воняют, оба увлажняют, оба питают. Очень хороши для зоны декольте, для зоны вокруг глаз, для ночного использования. В принципе, за 2-3 применения убирают шелушение, и зимний вариант просто идеальный. Мне не понравился гель на умывание, потому что он самый обыкновенный, и поэтому я не готова терпеть этот аромат. А вот молочко я покупала не один, не два, и даже не три раза, потому что, если мне нужно в течение дня, допустим, перекраситься, там, мне с одной работы на другую перебежать, тональную основу нужно убрать и заново накрасить, чтобы не умываться. Идеальное средство не забивает поры, не жирнит кожу, при этом увлажняет, никакого чувства стянутости нет. И очень-очень даже крутой продукт. Я не понимаю, как молочком для макияжа умываются. Это прям что-то сказочное для меня. Как по мне, так оно не очень хорошо смывает косметику. С глаз вообще нереально практически снять макияж. Только в панду превратитесь, еще и щипать начнет, потому что там прям тереть все нужно. А вот именно тональную основу, что-то там с лица снять, самое оно. По поводу вот этого скраба, я не знаю, это даже не скраб, какой из них одиннадцатый, где очищающий гель гаммаж 3 в 1 против черных точек. Очень крутой продукт. Это мелкие скрабирующие частички, которые очень хорошо отшелушивают, прям кожа мягкая, довольная. Но использовать нужно не чаще, чем 2 раза в неделю. У меня у мужа очень жирная кожа, и то он остался не очень доволен. Сначала все было хорошо, но потом пошли воспаления. Поэтому со скрабами, именно физическими, пожалуйста, будьте аккуратны. Не используйте, не используйте, да, у меня прям речь уже все. Не используйте на ежедневной основе. Дальше то, что перевыпустили. Это двухфаска и средства для глаз. Сейчас вот это тоже, по-моему, уже перевыпустили. Ну, естественно, цену увеличили. Сейчас здесь вот этот продукт 329 рублей в прошлых каталогах. Я его покупала за 260-290, по-моему, со скидкой 50%. И цена прям растет на глазах. Экспресс-средства тоже вроде как поменяли упаковку и тоже увеличили цену. Но это, наверное, по-моему, у всех так. Так, дальше тоник. Увлажняющая вода я спутала. Гидровежиталь и вообще Себовежиталь. Неважно, какая линейка. Не советую мицеллярки от Ифраше. Слышу только плохие отзывы. Бывает, что в комментариях там на 10 плохих отзывов 2 хороших. Но мицеллярки и Ифраше это что-то с чем-то. Они выедают глаза и при этом не очень хорошо снимают макияж. Я попробовала две. И мне вообще не понравилось. Я, конечно, хочу попробовать опять-таки вот эту линейку для чувствительной кожи с ромашкой. Но меня отталкивает цена. Потому что 200 мл 479 рублей. Можно, конечно, дешевле найти. И я хочу попробовать матирующий лосьон пудру. Я еще не пробовала. Линейка Себе Вежиталь мне, в принципе, нравится. У них там и сыворотка неплохая. Крем для лица мне не особо подошел. Есть матирующий в тубике. А есть, по-моему, прям в стеклянной баночке, если я не путаю. Я пробовала только тот, который в тубе. Он, в принципе, неплох. Но он не делает ничего особенного. Он сам по себе не утяжеляет кожу. Ну, то есть он ее не жирнит. Но при этом я не скажу, что кожа прям матовая в течение дня. Но линейка очень даже неплохая. Матирующая пудра. Мне интересно просто, действительно ли она матирует. Меньше ли жирнится кожа в течение дня. Если вдруг кто пробовал, напишите, пожалуйста, отзыв. Будет очень интересно. Ну, здесь подарки. Натюрелька. Я так понимаю, это типа акции, пригласи подругу, и подарок получит и подруга, и вы сами. Но я в этом никогда не участвовала. Поэтому я здесь даже вас проконсультировать никак не смогу. Я просто хочу свои отзывы оставить. Смотрите, бальзамчик 159 рублей, а я его купила за 179. Ну ладно, в принципе, сам каталог для меня не самый интересный, потому что я пока не вижу ничего такого прям крутого-крутого. Средства для волос и фроши, они весьма специфичны, поэтому будьте аккуратны. Мочалку на голове можно получить просто в легкую. Но здесь, ладно, еще более-менее приятные цены со скидкой 50% по 230 рублей. 295 рублей продукты. Это еще нормально. А вот где-нибудь в магазине зайти и просто за 500 рублей купить шампунь, мне кажется, это перебор. Дездорант 249 рублей дешевле в этом каталоге. По 159 рублей, как они называются, гели для душа. Получается 3 штуки. Если, ну, я, грубо говоря, по 160 посчитаю, 480. Я купила 3 за 400. И мне получается очень даже выгодно. Дальше гель для душа в экоформате. У меня были миниатюрки гели для душа. И я могу сказать, ничем не отличается от полной версии. Цена такая же за разные объемы. Вот. Ну, как-то не все, по-моему, в восторге. Дальше гель для душа. 229 рублей. Хорошая цена. Я купила, потому что 400 миллилитров за 249 рублей. Ну, очень даже, кстати, неплохой каталог получается. Дальше кремушки для рук. Мне нравятся у Ефраше. Особенно нравятся, которые два в одном. Они отличаются по текстуре и по скорости впитывания. Я бы вот так сказала. Питательные, естественно, больше всех. Дольше всех впитывается. Увлажняющий потом идет. И самые быстренькие. Это которые два в одном. На самом деле, я готова любой купить. И мне понравится. Потому что у них очень приятные текстуры. Быстро разносится. Конечно, аромат, опять-таки, на любителей. Это такой травянистый. Чуть даже горьковатый. Но действия хорошие. Кутикулы в хорошем состоянии. И сами ручки довольны. Попробовала я, наконец-то, средство для ног от Ефраше. Многие хвалят вот этот охлаждающий гель. Но он мне, в принципе, пока не нужен. Вот. Я попробовала питательный. И я могу сказать, что это обычный такой крем. Я бы назвала его даже бальзам. Потому что он такой прям густенький. И очень долго впитывается. Прям очень долго впитывается. При этом я не заметила какого-то суперпитания. Суперувлажнения. И считаю, что своих денег он как бы недостоин. Дальше. Вижу всякие помадки. Лаки я вообще никогда не покупала у Ефраше. Я тут вообще ничего сказать не могу. А по поводу декоративки. И, ну, я не скажу, что это прям какие-то хорошие цены. Кстати, румяшки у меня есть от Ефраше. И я ими очень довольна. Они суперпигментированы. У меня как раз-таки вроде оттенок 03 розовое дерево. Они сияющие. Но при этом просто одного касания кистью достаточно, чтобы очень хороший румянец получить естественный. Естественно, он будет сиянием. То есть для жирной кожи я не могу посоветовать. Почему-то не сводчится. Если я захочу сделать сводч пальцем, у меня не получится. А вот кисточкой очень даже все хорошо наносится. Водички. Какие-то адские цены. Просто нереальные. Это, по-моему, раньше были уже все эти воды. Вишня, вербена, зеленый чай. У них стойкость очень слабенькая. Прям очень слабая стойкость. И за такую цену не-не-не-не. Вот эти водички можно в подарок получить. Нужно просто в интернете очень аккуратно искать каталоги. Каталогов нет на официальном сайте. У меня постоянно где взять, как вы ищете. Вбивайте каталоги и фрошей. И все. Там выйдет, по-моему, чуть ли не первым, ссылка на какой-то форум, где девочки обмениваются всеми этими каталогами. И это нужно искать. Искать самим. В интернете, там на ютубе, какие-то группы вконтакте. Но не на официальном сайте. Вот. Мне очень нравится из этого всего вот эта водичка в объятиях ночи. У меня есть версия 10 мл. У меня есть версия теперь 100 мл. Я получила в подарок. Это восточный аромат. Я бы его вообще втащила в линейку эликсиров, если бы не его стойкость. Потому что стойкость ниже, чем у эликсиров, где-то на треть. Эликсиры на мне весь день могут продержаться. С одного пшика. Этот аромат с двух пшиков держится на мне часов 8, наверное, максимум. Но при этом достаточно вкусный, такой пряный, с медовой ноткой. У меня даже муж этот мёд почувствовал. Дальше я пробовала Гаден Пати. Очень свежий цветочный аромат. Нравится моей подруге. Мне, в принципе, тоже неплохо. Но этот намного лучше. Дальше пробовала Морской Бриз. И я бы сказала, что это аромат унисекс. Тропическое искушение. Он для меня очень кислый. Я его отвезла маме. Она у меня любит цитрусовый. И, в принципе, ей очень даже зашло. У меня ещё была ванилька. Сладость ночи. Я просто не знаю эти названия. Тем более, не буду читать по-французски. И ванилька для меня как-то она более притерная. Я не помню, я её уже кому-то задарила. Либо же ещё нет. Здесь с нотками какао и кофе. Какао-кофе я там не почувствовала. Нежность рассвета. Это пудровый аромат. Может достаточно быстро вас задушить. Раскалённые пески вообще ни разу не пробовала. Я не знакома с этим ароматом. Но, возможно, это как раз-таки какая-то новинка. И золотой полдень. Вроде как цветочно-пудровый. Я его пробовала всего один раз. И особо воспоминаний о нём не осталось. У меня его в коллекции нет. Значит, не зацепил. Дальше сол эликсиры. Три штуки. Самый вкусный. Это классический. Я его как раз-таки получила в подарок. 50 мл. Посмотрим цену. Цена 3 500. Вроде на сайте дороже было. Может, конечно, у меня уже глюки. Жасмин самбак. Почули бобы тонка. Жасмин и жасмин самбак. Мне, как девочки объяснили, отличаются. Самбак, он со сладостью. И поэтому... Ну, я просто удивляюсь, почему мне жасмин в одних ароматах очень нравится, в других не нравится. Они говорят, ага, потому что разные жасмины. Я такая, окей, спасибо большое. Мне, в общем, разъяснили это все. Медовый вкусный восточный сладкий аромат, как я уже говорила, с хорошей стойкостью. На втором месте будет эликсир коричневый. Тоже с медовой нотой, но он более древесно-пряный, что ли. Он грубее. Совершенно не понравился фиолетовый эликсир. У меня была версия 5 мл. Подарила подруге, она в восторге. Прям вообще. Здесь эссенция туберозы, ветивера и почули. Вот, для меня пахнет, наверное, вино. Многие говорят, прям сладкий виноград. Я сладости не почувствую. Для меня это вино, и причем не самое вкусное. Вот. Но я и не любитель вина, поэтому, может, как бы и не мое. Монруш новинка вообще. Это какой-то, я не знаю, это жесть какая-то. Он очень яркий. Его нужно носить пол капли, чтобы это был носибельный для меня аромат. Душит. Здесь и цитрусы, и что-то непонятное. Знаете, прям в носу чесаться начинает. Ну, очень резкий аромат. Без атеста не покупайте вообще никак. Прям очень необычно, я бы сказала. Но у меня, кстати, есть видео с ароматами и фраше. Если я не забуду, я в описании его добавлю. По поводу мужских водичек я особо ничего сказать не могу. Потому что водички и фраше мужские далеко не всем не нравятся. Конкретно той мужской водички, которую я люблю, по-моему, кедр и лайм, она называется. Ее здесь пока не представлено. Папе на 23 февраля я уже купила пену для бритья. Здесь 290 рублей цена. Я ее купила... Случайно не в этом заказе была? Нет, наверное, я ее с сайта купила. Рублей за 330. Здесь 290. Неплохо. У меня папа почему-то любит именно пены для бритья, а не геля. Поэтому я решила попробовать для чувствительной кожи. По поводу аромата ничего пока сказать не могу. Я не пробовала. Вот. Но цена, конечно, тоже адски. Все нужно тестить. Заходите в их бутики. И аромат нужно обязательно потестить. Потому что это что-то необычное. Смотрите, какая крутая цена. 359 рублей на 3 геля для душа, кстати. Может быть, по этому каталогу все-таки следует делать. Заказ. Потому что очень-очень даже хорошая цена на такие расходники. 3 бальзама 400 рублей. Ну, в принципе, тоже очень даже неплохо. 2 крема для рук. Миниатюрки. Это, конечно, цена какая-то. 649 рублей. 5. 5 миллилитров и 7,5. Но если вы хотите какой-то аромат прям распробовать, я, по-моему, покупала как раз-таки такой набор, чтобы получить эликсир фиолетовый и потестить его как следует. Очень нравится мне тушь с секси-палпой. Вот такой миниатюры мне хватало на 1,5-2 месяца. Дает хороший объем. Не склеивает, а чутка удлиняет. Мне нравится эта тушь. Ну, в принципе, наборы очень-очень даже неплохие. Вот. 30 минут. Блин, я хотела видео на 10-15 минут. Но я не ожидала, что меня так разнесет. Я не снимала. Наверное, неделька. Я, в принципе, сейчас очень-очень редко снимаю видео. И, надеюсь, вы меня не потеряете. Я прям извиняюсь. Но у меня у университета аккредитации. Куча бумажек, куча работы. Мы просто с ума сходим. Поэтому, в принципе, этот учебный год будет не самый приятный. Я очень надеюсь, что летом я к вам вернусь. Буду выкладывать видео ежедневно, как я делала это раньше. Потому что, ну, я очень скучаю по ютубу, по общению, по своим девочкам. Очень хочется просто уже посидеть спокойно, посмотреть видео. Девочки, я столько всего крутого пропустила. Вот. Ну, блин, я не знаю. По-моему, этот год у всех непростой. Поэтому всем нам терпения. Всем нам здоровья. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно поставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписывали. И всем пока-пока.